Я, честно, максимально поражен, потому что статистика гласит о том, что лишь 13% каждой из фракций игроков способна справиться с заданием. Мне кажется, такого не может быть, иначе это говорит просто о том, что игроки потратили танкоины зря, поскольку останутся без награды. Друзья, приветствую всех на канале, с вами Мэрлахира, и в сегодняшнем ролике, как вы, наверное, уже многие догадываетесь, мы вместе с вами будем обсуждать те самые командные контракты, потому что на самом деле есть о чем поговорить, ну и, конечно, вместе с вами заглянем на те самые промежуточные результаты, которые, честно, меня лично удивляют. Напишите заодно тоже в комментариях, как вам данная статистика, потому что максимально странно то, что мы сейчас в данный момент с вами имеем. Но обо всем по порядку, поэтому, в свою очередь, обязательно данный видеоролик поддерживайте активностью в виде пальчика вверх. Конечно же, делитесь своими комментариями, будет интересно узнать, насколько вам сложно то или иное задание возможно в нашей игре выполнить, стали ли вы участвовать в данном мероприятии, ну и, возможно, какие планируете по итогу награды забирать, потому что есть тот самый список предметов, которые можно получить по итогу нашего мероприятия. Конечно же, делитесь данным видеороликом со своими друзьями, если впервые на канале, подписывайтесь, прожимайте колокольчик, я, в свою очередь, напоминаю о том, что на канале проходит розыгрыш по моему личному тайгу создателя контента, а именно Immortal, привязывайте на стройках аккаунта, участвуйте в розыгрыше на большое количество кристалликов, а именно 2 миллиона, ну и помимо кристалликов, вместе с вами разыгрываем 10 тысяч танкоинов. Все подробные информации есть на нашем серии в Дискорде, присняйтесь, ознакомливайтесь, но и также не забывайте заполнять ту самую форму, которая есть в описании под этим роликом. Ну а я вам, друзья, желаю успехов и побед, ну и давайте, наверное, уже потихонечку как раз-таки перемещаться к нашей основной тематике видеоролика. Я уже, в принципе, снимал один видеоролик на тему как раз-таки наших контрактов, я думаю, что многие знают, что я нахожусь во фракции Твинзерин, которая, в принципе, относительно нашим результатам имеет достаточно стабильные результаты, разве что, наверное, вот пока что в четвертый день, когда я записываю как раз-таки видеоролик, она немножечко просела, все же заняла четвертое место, так до этого, конечно, по 100 очков фракция забирала. В случае фракции из Андорра, на которой как раз-таки я нахожусь на аккаунте без НАТО, результаты тоже порой даже радуют, потому что в первый, в третий день мы забираем аж целых 200 очков, на четвертый день 150, но во втором дне статистика почему-то просела, как раз-таки миссия была, по-моему, даже золотыми ящиками. И самое интересное, друзья, давайте, наверное, начнем с того, что у нас, как вы видите, в первые дни многие фракции имели примерно результат где-то на уровне 50%, усредненный как раз-таки, что говорил о том, что половина игроков как раз-таки справлялась с миссией. У нас первый день, по-моему, миссия была со звездами, нужно было заполучить 30 звезд по итогу наших матчмейкингов в битвах, в принципе, часть из них, как я говорил ранее, справилась с этой задачей. Во второй день у нас даже были некоторые трудности с поимкой голдов, с самого раннего травм с голды не читались ни в каком режиме, даже в том самом праздничном, в котором имелись как раз-таки повышенные голды. Но даже там игроки в любом случае, даже ближе к вечеру, добили миссию, выполнили как раз-таки поймав те самые золотые ящики, но не все. То есть лишь половина с произведением. А напоминаю, что у нас те игроки, которые приобрели спецприложение в магазинчике, в моем случае я купил на целых двух аккаунтах, как раз-таки могут ежедневно заходить и получать новую миссию во вкладочке как раз-таки командной контракты. Если же вы этого не делаете, то вы, получается, что купив предложение за 700 танкоинов, не получаете очков ежедневно за выполненные задания. Да, есть вариант как раз-таки возможность, я думаю, что часть игроков какой-то определенный процент, я думаю, что не самый большой, воспользовались данной возможностью, просто купили предложение и накупили как раз-таки за танкоины, кристаллы, дополнительные очки, которые позволят в дальнейшем по окончании венда как раз-таки заполучить одно из устройств. Но не стали выполнять задания. Ну, по крайней мере, то, что мы сейчас видим, да, статистика гласит о том, что на третий день ивента у нас лишь с заданием справилось в каждой из фракций 13% игроков, в одной из фракций даже меньше 12. То есть, вы представляете, да, допустим, пример банальный, в каждой фракции по 1000 игроков, то есть 130 игроков, лишь справляется с заданием. У нас было, получается, в третий день задание с флагами, я даже записывал для наших зрителей лайфхак, и некоторые из них даже написали в комментариях о том, что Мишаня, да, это довольно простое задание, которое не требует, как говорится, внимания, зря ты записал видеоролик. Но статистика говорит об обратном, то есть игроки с заданием, которое вроде как требует небольших усилий, доставить два флажочка, тем более в моем случае лайфхак помогал ребятам гораздо проще с этим заданием справиться, да, в режимщик и штурм. Но даже при этом условии, все равно игроки каким-то образом не смогли завершить данную миссию. И по статистике мы можем понять, что практически 90% игроков не выполнило миссию, а тем самым и не получило заветные очки. То есть для некоторых из них может быть ситуация такова, что купив пак за 700 танкоинов, они не получат нужное количество очков, либо она будет достаточно минимальная, только в этом случае они смогут приобрести, допустим, те же контейнеры, да, недельные, либо же эпические. Но тогда для чего они брали контракт? Потому что, ну, эпический ключик и даже не один и недельный контейнер в целом можно получить из того же ивента, который называется в нашей игре челлендж, в котором вы еще и получаете скины, и, конечно, гораздо больше контейнеров, нежели те игроки, которые не справились с данным, смогут по итогу ивента получить себе, обменяв те самые накопленные ими очки. И вопрос таков, друзья, напишите обязательно в комментариях, прокомментируйте, возможно, поможете мне в этом тоже разобраться. И заодно нашим зрителям, если среди наших зрителей, те ребята, которые заведомо приобретали предложение, понимают, что, возможно, они не будут участвовать активно в этом мероприятии, но планируют докупить как раз-таки очки и в дальнейшем по итогу ивента обменять. Или же наоборот, планировали участвовать, даже купили предложение, но по той или иной причине не могут ежедневно заходить в игру, выполнять миссии, либо же попросту не справляются с ними, и тоже напишите, какие для вас миссии были сложны для выполнения, потому что очень странно, то ли в случае наших разработчиков статистика на сайте отображается некорректно, что я, в принципе, тоже могу предположить, напишите заодно, возможно, я неправильно понимаю, каким образом статистика на данном сайте работает, но вроде как, как раз-таки отображается процент самой фракции, которые справились с миссией. И пока что процент говорит о том, что игроки попросту не справляются с предложенными заданиями, которые, по моему личному взгляду, довольно простые. Но статистика очень сильно удивляет и поражает как меня, так и наших подписчиков и зрителей, которые как раз-таки хотели бы побороться, получить как раз как можно больше очков той или иной фракции. Но каждая из фракций переполнена игроками, которые не справляются, к сожалению, с миссией. И тем самым, конечно, одну из команд подводят. Но опять же, проценты достаточно близки, да, то есть нет такого прям какого-то кардинального отрыва разницы между фракциями, то есть как у нас было там в первый день, буквально в 1% разницы. И это очень сильно смущает. И лишь хочется задаться вопросом, насколько статистика отображает реальную ситуацию в этом ивенте. Потому что я, честно говоря, пока что статистике с такими результатами не доверяю. Поэтому обязательно черканите в комментариях свои мысли, предположения, возможно. Потому что в моем понимании, отдав 700 танкоинов за ивент, в котором ты и не выполняешь миссию, да, а их много таких игроков, то каков был смысл приобретать предложение за 700 танкоинов, когда ты по итогу не получаешь ежедневные очки, тем самым остаешься без наград. То есть танкоины уходят просто в никуда. И мне кажется, в таком случае для игрока это просто провальный будет ивент. Либо же игроки попросту не ознакомились со всеми правилами и нюансами ивента, либо же все же игроков побольше, да, которые выполнили задание, а статистика некорректно отображает, либо же имеет немного другое значение. Поэтому обязательно жду ваших комментариев на этот счет. Обязательно ролик поддержите активность в виде пальчика вверх. Интересно будет прочитать ваши мысли и догадки, возможно, насчет этого. Конечно же, поделитесь, возможно, своими результатами, кто там сколько миссий выполнил, для кого из вас стали на миссии, стало как раз таки тем самым невыполнимым заданием. Также, в свою очередь, не забывайте о том, что вы можете поддержать канал, став спонсором того или иного уровня по вашему желанию. Ну и, конечно, тем самым получить дополнительные бонусы в том или ином виде, о которых вы можете ознакомиться по ссылочке в описании. Ну и, конечно, тем самым мотивировать меня на новые ролики по танкам онлайн. Заодно, если были первые на канале, подписывайтесь и прожимайте колокольчики. Ну а с вами был Immortal Hero. Желаю всем хорошего дня, ну и до скорых встреч!